здравствуйте уважаемые подписчики и зрители моего канала здравствуйте наконец-то состоялся этот день когда мы встретились с николаем для того чтобы снять обзор про комплект николая лодка x river 360 wind и мотор suzuki 6 сил 4 что могу сказать про лодку владею ей два месяца то есть судоходы в два месяца в прошлом году мы делали маленький обзор просто такой смотровой осенью мы ее на долю прошлись а вот сейчас когда порыбачив походил попадал я уже волну 12 наверно конечно шел водоизмещающим режиме но ощущение безопасности полный меня не покидала то есть она очень хорошо стоит прекрасно проходит волну и самое главное что она не брызгает не обрывался при средней волне не прилетала конкретно в лицо слушай ну вот мой друг александр он тоже говорит о том что эти лодки они вселяют в тебя очень большую уверенность и безопасность ну расслабляться тоже не стоит теперь что могу сказать про выбор мотора выбирал конкретно под одного потому что 99 процентов хожу один на лодке выбор оставил на suzuki шестерочки хотел девять и восемь тахаре кто как-то не сложилось у меня купить его по нормальной цене а тут была акция suzuki со скидочкой взял шестерочку очень доволен этим мотором в 1 с комплектом вещей на 1 килограмм 30 плюс бензобак плюс у меня вот ящик тоже вес имеет я достигал скорости 25 километров я вешу 76 килограмм николай но в интернете же очень много у людей есть вопросов на формах очень много пишут да вот вообще могу говорят этот мотором такой особенный именно вот этот модель шестерочка чем она особенно но это новый как бы с добавочкой остался в этой модели уже suzuki есть масляный насос то что не было предыдущей модели все отзывы об этом моторе я читал только положительные экономичные очень то есть он есть полный газ я иду в районе двух вопрос это какие насчет этого моторы и лодки в принципе него совместимость этого мотора с лодкой тут как надо подходить технически чем меньше у вас лошадок тем дольше период подгонки и выжим из всех его возможностей то что прощают допустим 8 сильные моторы более мощный шестерочка здесь надо более тонко настроить чтоб она вышла на грис и максимально поднимала нас как ты как говорят люди поженить водку это изначально есть классические формулы вот например на этом моторе мне пришлось поднимать транс на практически 6 сантиметров я это все еще буду переделывать это временная конструкция более цивильная да мне пришлось поднимать накладки чтобы у меня струбцины заст были надежно да конечно в дальнейшем я планирую сделать наращусь компанию x river чтобы не сделали полностью такую накладочку которая бы крепилась болтами и позволял еще может быть регулировать подъемную высоту ну что то есть уровень высоты ты пока вот экспериментируешь и определяешь на классический шоу по расстоянию от кондиционной плиты до келя то есть и как пока ты транец не поднял помнишь сколько был там сантиметров было 75 миллиметров 75 миллиметров с половиной сантиметров это конечно много хотя в такое положение она все равно выходил на глиссер и достигала скорости тех же практически 24 километров в час то есть единственное что конечно это должно было сказываться на весе которое я мог вывести на глиссер и скорости выхода на глиссер то есть сейчас когда мотор поднят она гораздо веселее выходит быстрее николай но значит с мотором и лодки понятно комплект получается очень хороший мне очень конструкция твоя заинтересовала расскажи пожалуйста что это когда это экспедиционный ящик как он называется ирис до горят япония вон наклейка есть японская вещь принципе не дешевая поэтому я изначально его не рассматривал и вдруг наткнулся случайно на объявление товар из японии человек продавал эти ящики в разных размерах по очень доступный на тот момент цене ящик просто находка для водомоторника потому что 80 литров влагозащищенные то есть никакой дождь некие брызги вещам которые находятся в ящике не страшны я сразу решил себе проблемы и сиденья и размещение всего рыбацкого скарба не необходимого инструмент компрессор насос запал дополнительный какой-то плащ ветровик все помещено у меня там поэтому ящик рекомендую как я где его закрепил я сделал такую конструкцию конечно наверно она будет у меня лодка на прицепе ездит поэтому мне в этом вопросе проще не знаю вынимается конструкция легко держится счет накачки баллов и фиксируется здесь у меня резиновый коврик приклеен она четко зажимается между баллонами ну для подстраховки я просто сделал небольшую веревочку чтобы он не съезжал назад хотя он и так не съезжает гениально а он тебя на полу стоит до получать на полу причем расстояние под ящиком он не давит на пол это было рассчитано за счет клиновидности конструкции ящика вот четко у меня встал я там приклеил еще пластины из ремня четко встает фиксируется с обратной стороны я еще подстраховал когда везу на прицепе чтобы ящик не выскочил случайно на койке я меня вот так страховал вот такими крючочками кто знает это джигулей крепление глушителя интересно слушай ну так все сделал может хоть одной рукой да да все это прошу прощения за эстетический реванс а потому что все это делалось одной рукой и ногами слушай николай а вот аккумулятор у тебя снаружи он не боится воды нет эти аккумуляторы закрыты этого не боятся ну не стоит его конечно под воду погружать но просто брызг дождя он не боится а то есть здесь делать хочу посоветовать всем вот эти разъемы фишечки называется x-60 используя не в авиамоделях просто безумно хороший разъем с хорош с хорошими контактами сюда я подключаю компрессор здесь у меня подключается карплотер также я здесь сразу прикрутил небольшой столик крепление не низковато столик для тебя нет я специально примерил то есть что-то городить повыше мне не хотелось это будет мешать весла здесь я все рассчитал что эта высота мне комфортно я все вижу на этом эхолоте всю структуру дна все показания даже круто да я теперь вижу что это комплект эгоиста потому что на лодке нет электросов но это изначально мы так делали я планировал систему ящиков вот кстати тоже до этого у меня был ящик на нем было крепление холота сейчас-то у меня просто ящик для рыбацкого что можно заглянуть туда что там у тебя вот верхний ящик здесь у меня пожалуйста необходимый инструмент который может понадобиться нож карцан изолента в обли который нам на первом ходу в этих коробочках джиги вертушки но этот и понятно а внутренний отсек не поднимание надо вот здесь у меня тоже все в коробочке очень много инструмента я технари поэтому люблю чтобы было много инструментов необходимые наборы джигов так он-то подвязан коробочка для мармышинга у тебя подвязаны ты заранее уже знал когда заказывал лодку да как раз здесь я ошибся но выручила вот это крепление которое в принципе изначально было для увязки вещей предусмотрен крепление для бака и обычный ремень и на даже на сильный волнеет ящик стоит намертво также бензобак так я хожу водово мне надо было просто компенсировать загрузку носа поэтому я компенсировал этот угол так как сижу на другом углу рекомендую для икорей ведро куплено в макси доме такой мягкий про уха великолепно но мотовила кстати это используется для дайверов для плотика она плавает великолепно мотовила для веревки для якоря здесь у меня всегда два якоря пристегнута карабинчиком на волне не прыгает все великолепно а сейчас просто николай игру николай мы скоро с острова уходим тебе надо помочь лодку то стащить час отлив пошел как ты будешь справляться он сейчас покажу давай сантеем 400 я бы конечно не стал бы помощником здесь я просто беру за эту вещь ты не боишься дно покорвать от камня а зачем на защиту поставить ну вот значит мотор смотрите опущен сейчас вода прозрачен поэтому видно вот сейчас получается у николая ну где-то два сантиметра на полтора да вот у меня да нет у меня даже палец не влазит под не интерцептор но то есть правильный сантиметр до заводи посмотрим как он работает без подсоса да это ребята четыре такта контролька вот хороший совет обязательно страхуйте вот этот регулировочный шплинт или не на как он называется который регулирует угол мотора затопить очень легко так вот так ты сидишь на ящике своим николай шикарно чтобы можно было подержаться четыре такта хорошо работает приятно есть видео но ты знаешь николай что я хочу сказать что обкатывая свой мотор по рекам и каналам санкт-петербурга я понял следующую вещь что даже если ты движешься на лодке со скоростью 10 километров в час на воде это расстояние преодолевается очень быстро в принципе мы уже знаем свои рыболовные места до этого места ровно 15 километров я иду приморска ну потрачу я на это время не 30 минут а полтора часа когда иду до смещающим режиме но все равно в это время я нахожусь на природе красиво вместе и торопиться мне некуда то есть если принципе а если я еще также учитывал что я много езжу по озерам в карелии вот там это лодка будет просто не заменил расскажи почему ну там не надо уходить как лисер а еще даем три километра поэтому там по столу идешь от точки до точки от банки до банки в обычном режиме любуешься природы уже я хотел знать что заметить обратить внимание на то что вот новой для лодки сидим с тобой вдвоем очень даже комфортно то есть вы коленками не трёмся я даже не на баллоне сижу не на коллайке а если сесть еще и на баллон вообще ширина какая я в принципе довольно таки большой это про то что мы говорим как мы стоим вот я стою вестибулярный аппарат у меня не такой как у здорового человека то есть одна нога у меня еще не здорово но я спокойно могу стоять и взять спину вот так вот подпрыгать вот так руками махать вот я это все могу спокойно можно не знаю как в сильную волну но сильную волну вам даже на жестком не не захочется стоять мы долго говорили о том как здорово иногда выбраться на природу а еще николай предложил снять видео как его комплект идет под загрузкой и на рифке о том комфортно ли ловить спиннингом стоя на дне нднд и чтобы совместить приятное с полезным мы отправляемся в карелию помимо съемок мы будем еще искать трофейную щуку заниматься подводной охотой и кормить местных комаров друзьям коллеги большое спасибо за просмотр чтобы не пропустить новое видео нажимайте на колокольчик и подписывайтесь на мой канал всем удачи пока